Друзья, всем огромный привет! Вы на канале Делай Сам и с вами снова Алексей. А если вы не подписаны на канал, подпишитесь прямо сейчас. Ну а сегодня у нас такой интересный ролик. Решил я его снять спонтанно. Это такая вот покупка-распаковка. То есть у меня лежал в корзине товар на зоне. И в один вечер я решил заказать, все это показать на камеру, как я заказывал, где заказывал. И показать распаковочку и сборочку его. Так что вам всем приятного просмотра. Да, смотрите ролик до конца. Самое главное, поддержите лайком, потому что все-таки самое важное от вас это лайк и комментарий с обратной связью. Ну а мы поехали, смотрим. Ну что, Затка, заказывать будем с тобой. Ну а заказываю сегодня я на зоне Гриндер Афа 915. К нему я также взял сразу полировочное приспособление и для спусков ножей. Так как ножи я все-таки иногда делаю и хочется делать хорошие спуски. И с таким приспособлением, я думаю, это будет гораздо быстрее и гораздо лучше. Цены вы видите на данный момент, когда я заказывал. Они, конечно, с того времени, когда я выпущу ролик, немножечко изменятся. Изменятся в лучшую сторону, то есть они понизятся. Ну а мы с моим барбосом дождались коробочку нашу, посылочку долгожданную. Сейчас мы распакуем и посмотрим, что же тут у нас приехало такое. Да? Вот такие тут, такие штуки. Ну а первая в коробочке у нас прайс, за сколько мы это все купили. Я так понимаю, паспорт на Гриндер. Комплект лент. Комплект ленты у нас состоит из трех штучек. Но это мы достанем, попозже посмотрим. Устройство для выведения спусков. Сейчас я сюда встану с коробкой. Сам Гриндер. Мастину, я думал, будет меньше. Посмотрите, какая. Круг бойлочный, полировочный. И вот такой еще. Полировочная насадка, мех искусственный. И здесь у нас. Что здесь у нас еще такое? А, шлифовальный станок, который предоставляется в самом Гриндере. Вот такая красотища. Керамическая пластина. Металл толстенный, хороший. Проверим это все на соосность. Все глянем. Вот так вот выглядит керамическая пластина. Вроде ровненько все. Она вот так вот установится. Она сокращает скольжение самой ленты. И продлевает ее срок службы. В комплекте вот такая вот толстенькая пружинка. Сейчас мы попробуем установить. Вот так вот она. То есть, у нас вот таким вот образом. Здесь у нас бачоночек такой ролик. Слушайте, мы выполнены достойно. Не идут в толкну. По крайней мере, вот ничего не вижу. Чтоб какой-то был люфт. Установим пластину. Расслабить винты. Вот так вот. И теперь установить пластину. Хорошенько затянули. Для фиксации я использую суперклей. Две капельки капнул. Не дай бог, что при вибрации они раскрутились. Там, я не знаю, конечно, может быть не нужно было это. Но всегда клей, если в случае чего можно поднагреть, там открутить болт и все нормально будет. Теперь саму пластину устанавливаем, где она должна быть. На ее место. В общем, пластину зафиксировал. Сделал ее в одной с ведущими роликами. С видовыми. Друзья, установил столик. Не стал концентрировать на это внимание. Потому что здесь все очень просто. Прикручиваем один винт. Затягиваем и выставляем по уровню. То есть, у нас столик можно также регулировать под разными углами. Я выставил сейчас в данном случае под 90 градусов. Что так, что так. В общем, у нас 90 градусов соблюдено. Вот. Дальше у нас есть комплект для полировки. Это вот такой вот. И с таким вот бочонком. То есть, бочонок у нас закручивается на болгарку. На УШМ. И здесь вот так вот подшинник составляется. Довольно-таки плотно. Без какого-либо люфта. Сейчас я установлю УШМ. А потом установлю полировочный элемент. Подходит под различные виды болгарок. У меня вот такая вот болгарочка. С регулировкой оборотов буду ставить. Вот она у нас встала на свое родное место. Закручиваем винт и фиксируем. Ребят, хочу отметить, что самое главное, что все отверстия и все хорошо соблюдено. То есть, не нужно ничего подгонять. То есть, у нас все четко подошло. Когда можно по отдельности покупать. Ну, как я, в принципе, и сделал. Все по отдельности купил. Также сразу в комплекту такая чаша. Идет до полирования. Ну, и теперь выставить сам рабочий столик не составит никакого труда. То есть, затянули. Вот сейчас выставили зазорчик необходимый. Также в комплекте был уголочек для дополнительной фиксации УШМ самой стойки. Саму гриндеру. Чтобы у нас точно уже железо никуда не убежало. Ну, и, в принципе, все. Наш станочек готов. Осталось на него только поставить ленту. Давайте попробуем обработать какую-нибудь детальку. Ну, то есть, все зависит от какой ленты мы, да, и какой нам материал нужно обрабатывать. В принципе, стандартный гриндер. Что с ним может быть не так. Все зависит от мощности, опять же, самой УШМ, которая у вас установлена. Также можно поставить любую ручку от болгарки прямо вот сюда. Потому что у нас все-таки станочек можно еще и наклонять. Тут имеется винт. Я его расслабил. И вот у нас уже в таком положении можно также работать и обрабатывать. Сторик, как видите, я тоже немножко переставил. Его можно со смещением сюда выставлять. Тут имеется у нас два винта. Также мы можем вместо наждачной бумаги сюда установить полировочную насадочку. Потом вот такой вот волочный полировочный. То есть, мы можем вот здесь уже с вами спокойненько. Вот единственное, что удавать неудобно, вот этот момент. Ну, в принципе, если зазор поставить, как я, и то, ну, вот так вот, да, можно что-нибудь уже отполировать. Друзья, я на самом деле для себя взял, да, вот этот полировочный. Но его всегда можно снять. То есть, вот я прям открутил его. В комплекте просто самим гриндером идет вот такой вот бочоночек. То есть, его можно также установить. То есть, вот так вот мы быстренько с вами раз. Здесь у нас барашек, который у нас регулирует саму ленту, наклон ленты получается. То есть, мы ее можем регулировать. Друзья, также я вот для спусков прикупил вот такую вот штуковину для спусков для ножей. И такая вот струбцинка была в комплекте, которая вот так фиксируется. То есть, вот такие удобные ручки. Я раньше читал, что там большой люфт. Люфта никакого нет, все уже доработано. Все, видите, плотненько. Ну, туда-сюда ходить будет, потому что все равно как бы есть небольшой промежуток между пластиной. А так, чтобы она куда-то вот бегала, такого нет. И очень удобно вот так вот за руки удержать. То есть, можно спокойно будет делать спуски. Но это, я думаю, приспособа вы увидите в следующих роликах, когда я буду делать ножи. А я буду их делать. Вот, что я хочу сказать. Купил вот такой станочек, попробовать, посмотреть, какой будет в работе. Это у нас Афель 915 модель. В комплекте была с керамической пластиной. Она предназначена для того, чтобы меньше было трения самой наждачной бумаги. Лента, я так понимаю, тут 915, потому что есть 610, там уже, наверное, 610 на 50 миллиметров. А здесь 915, скорее всего. Я не мерил, точно не буду говорить. Ну, вот, на мой взгляд, так. Вот тут нас расслабляем, у нас поворотный столик, поворотная поверхность. Столик у нас также регулируется по высоте. Можем подогнать его под этот уровень и выгонять, что нам нужно. То есть, большой круговорот различных работ. Мощность гриндера, конечно, зависит напрямую от ушлем, который у вас установлен. Сюда подходит от 115 до 125, ну, то есть, диаметр диска. Главный размер. Все переходнички тут для дополнительных, там, все это имеется в комплекте. То есть, вот побольше нужно, если у меня поменьше стоит, уже стояло в комплекте. То есть, мы достаем с коробки. Условно, нам практически только надо прикрутить столик и натянуть пружину. И вот зафиксировать болгарку. И все, у нас станочек готов в работе. То есть, такой полупрофессиональный гриндер. Еще раз повторюсь, да, все зависит от мощности УШМ. У меня это 1150, если не ошибаюсь, Ватт. Ну, можно и поставить от 500 до 900. Ну, то есть, что есть, какая под рукой. У нас тут три ролика. Этот четвертый уже шкив, да, получается, который на саму УШМ. Все на подшипничках, я люфтов не заметил. То есть, в принципе, неплохо. Сталь толстая. Сейчас померяем толщину. 4, ну, 4, 34, да, сама арома выполнена полностью. Столик у нас рабочий стол. 6 миллиметров толщина. То есть, ну, довольно-таки неплохой станочек за свои деньги. Хотел показать вам, да, я вот сейчас вот буквально заглянул. Сегодня у нас какое число? 18 декабря. Я покупал его в ноябре месяце. Так, покупал, комплект не обошелся в 19 тысяч. Но хочу сказать, что сейчас-то все уже идет со скидкой. То есть, вот так вот я покупал, когда стоил гриндер 11,790. А сейчас, видимо, перед Новым Годом идет акция какая-то. И вот он без карты 8500, с картой Озон 8200. То есть, сейчас можно его прям купить довольно-таки дешево. Вот, что хочу сказать, на мой взгляд, немножечко, чтобы я доработал. Вот этот столик. Все-таки он, ну, немножечко имеет небольшой люфт. Потому что за счет того, что у нас только одно крепление. И здесь я бы пластину бы добавил, сделал бы побольше уголок, чтобы можно было фиксировать на два хотя бы винта. Понятно, что здесь вот для фиксации нужно фиксировать. В принципе, так вот для домашних дел, для обработки там дерева, металла, стамесочки, там что-нибудь такое делать, да, ножи. Я думаю, просто вот за глаза. А это, в принципе, неплохой бюджетный такой вариант. Можно сэкономить, если модуль не нужен. Можно без модуля взять, без пусков. То есть, за 8 тысяч у вас, условно, на данный момент, на сегодняшний день, хороший гриндер за небольшие деньги. То есть, вот как-то вот так вот. Все, где покупал, ссылочку оставлю в описании. Хочу, если хотите, приложу чеки. Когда я покупал, то есть, все было видно, что куплено было за свои собственные денежки. Вот, так что это не реклама, это чисто такой вот обзорчик. Приобрел, показал вам. Забыл сказать, в комплекте у нас вот одна была лента и еще плюс три. То есть, на 180, на сколько здесь, на 100 и на 60. Три ленты. То есть, уже прям ничего покупать для работы не нужно. Так что, друзья, у нас получился с вами такой вот небольшой выпуск. Все по-честному, как есть. Приобрел на озоне. Сами видели, когда покупал. Просто снял это таким макаром, что вот, да, мы сидели в мастерской с собакой. У меня собака периодически греется в мастерской, потому что на улице Мороза мастерской у меня плюс 20. Вот, и я ее запускаю. Вот, он сейчас на данный момент сидит, ему жарко. И, что хочу сказать. Если ролик вам понравился, палец вверх, пишите ваше мнение. С вами же я прощаюсь. До новых встреч. Вам крепкого здоровья. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok